Ну, собственно, начнем. Сегодня поговорим об интеграции, будем говорить исключительно о моем опыте, с чем я столкнулся на проектах с использованием low-code решений. Начнем. Что такое интеграция? Интеграция данных – объединение данных, находящихся в различных источниках и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Какие бывают архитектуры систем интеграции? Консолидация, распространение данных – то, о чем мы будем говорить сегодня, сервисный подход и федерализация. Консолидация. В случае консолидации данные извлекаются из источников и помещаются в хранилище данных. В данном случае это неприменимо в наших решениях. Федерализация. Федеративных БД физического перемещения данных не происходит, данные остаются у владельцев. Сервисный подход, сервисно-ориентированная архитектура. Данные также остаются у владельцев и даже местонахождение данных неизвестно. И при запросе происходит обращение к определенным сервисам. И то, что мы будем использовать распространение данных. Приложения распространения данных осуществляют копирование данных из одного места в другое. Эти приложения обычно работают в оперативном режиме и производят перемещение данных к местам назначения. То есть, зависят от определенных событий. Обновления в первичной системе могут передаваться в конечную систему синхронно и асинхронно. Что такое синхронно? Когда у нас отправляются данные в таргет-систему, мы ждем ответ от этой системы. И потом делаем следующий запрос. То есть, запросы идут по очереди, синхронно. И без ответа от таргет-системы у нас следующий запрос не обрабатывается. Мы перейдем к асинхронному. Power Automate у нас работает, как мы все знаем, асинхронно. Из-за этого мы будем рассматривать асинхронный подход в реализации интеграции. Потому что потом мы еще коснемся того, что теоретически саму интеграцию можно сделать синхронной с использованием Power Automate, но это только работа блоками. Недостатком асинхронного подхода является сложная логика интеграции из-за необходимости синхронизации состояния объекта в различных системах. Обратим внимание на то, что используя лоукод-решение при создании интеграции, рекомендуется разделение бизнес-логики на отдельные блоки. В одном блоке может быть реализована двусторонняя интеграция, в другом – односторонняя. Это позволит нам избежать рисков, связанных с поиском и устранением ошибок, а также исключит Infinity Loopback. Чуть позже мы перейдем к примерам, и я более подробно об этом расскажу. Асинхронное взаимодействие предполагает, что вы посылаете сообщение, которое будет обработано когда-нибудь позднее. И тут возникает вопрос, как получить ответ обратно об обработке. Мы все знаем, что Power Automate, кроме того, что работает асинхронно, триггер может не сработать через секунду, а может сработать через 15 минут. И выстроение каких-то очередей – достаточно сложная задача. Из-за этого нам вот сам ответ об обработке, этот вопрос нужно, собственно, и решить. И перейдем к разбитию на блоки. Здесь два примера реальных архитектурных решений на наших проектах. Первый, к примеру, блок-путь. Односторонняя интеграция когда используется? Когда данные обновляются часто и с малыми промежутками времени. К примеру, в CRM у нас есть запись с метаданами файлов в SharePoint. У нас есть один флоу, который сверяет значения метаданных CRM и SharePoint. И если путь отличается, обновляет путь в CRM, если файл не найден, отправляет имейл с ID неактуальных записей. И триггерится он по расписанию каждые 24 часа. Также каждый час у нас работает флоу, который проверяет все измененные файлы за последний час. И сравнивает по ID с метаданами CRM. В случае, если они отличаются, заменяет их. Зачем это было реализовано? Это достаточно важный блок для клиента. Ему важно иметь актуальные данные в CRM. Соответственно, была имплементирована одна основная система, которая работает раз в час. И одна дублирующая система для того, чтобы клиент на важном этапе бизнес-процесса не потерял свои данные. И в случае какого-то сбоя он получит имейл, либо техническая сторона получит имейл о том, что произошел сбой. Нужно разобраться, почему. Вот эта система нотификаций позволяет нам быстро, очень быстро реагировать, каждые сутки реагировать на какие-то проблемы общей синхронизации. Именно конкретно в этом блоке. К примеру, возьмем двустороннюю интеграцию. Когда она реализует? Когда можно ее использовать? Когда данные обновляются редко, с большими промежутками времени? Те же метаданные в CRM и, к примеру, в SharePoint. Ими метаданные в SharePoint. При изменении тага в CRM происходит триггер Flow и отправляет значение метаданных в SharePoint. Но происходит проверка на стороне Flow, проверяет, а изменились ли данные. Если они не изменились, это холостой проход, он останавливает Flow. И то же самое в обратную сторону. При изменении так в SharePoint, триггерит Flow, добавлена проверка. Когда это применимо? В данном случае, когда так меняется, к примеру, юзерами раз в час, раз в полчаса. И небольшое количество юзеров. Не бывает случаев, когда 100 юзеров параллельно начинают изменять таги. Тогда мы можем смело использовать двустороннюю интеграцию, и она будет работать. И дублирующая система здесь не нужна. При том, что так является блоком, скажем так, неприоритетным с точки зрения бизнес-процесса. Из-за этого дублирующую систему можно не проверять. И перейдем дальше. Мы видим примеры реальной интеграции с SharePoint. И всех блоков, реализованных в этой интеграции. Мы видим разделение интеграции на блоки, что позволяет нам работать с каждой частью бизнес-процесса отдельно. В данном примере используется двойная проверка наличия актуальных данных в CRM. То, что я показываю. И если более детально, у нас идет первый блок. Копирование метаданных из CRM в SharePoint. Создание документ плакейшена. Второй блок. Третий блок. Наш часовой флоу, который проверяет модифицированные файлы в SharePoint и обновляет данные в CRM. Четвертый блок. Это дублирующая система, которая перепроверяет наши ошибки и дает нодификации. И пятый блок. Обновление. Это уже двухсторонняя полноценная интеграция для конкретных доктайпов. Зачем мы разделяем на блоки? Дело в том, что когда мы можем взять приоритетный для клиента блок и интегрировать систему, скажем так, безопасности в нем, мы в нем уверены. Но если что-то произойдет, нам придется обслуживать только один блок. И обслуживание в данном случае блоков отдельно позволяет нам меньше тратить времени на быстрое реагирование для того, чтобы помочь клиенту. И, собственно, каждый флоу в каждом блоке работает намного быстрее, чем это бы работало в одной, скажем так, в одном флоу. Все блоки были бы помещены. И тогда бы обслуживание при какой-то ошибке нам нужно было очень бы долго искать, где у нас проблемы. Мы используем лоу-код интеграцию. По разработке. Обязательно при разработке лоу-код решениями нам нужна аналитика, тестирование. Наверное, самый главный вопрос. И аналитик должен понимать, какие проблемы могут возникнуть и как их решить. Разработчик, как обеспечить схемы реализации. Тестировщик протестировать систему на наличие сбоев. Технические аспекты. Для того, чтобы обеспечить работу каждого блока быстро, для того, чтобы этот блок работал быстро и безопасно, и мы могли обезопасить, скажем так, падение всей интеграции, к примеру. Есть один нюанс. К примеру, если Power Automate Flow постоянно failed, то Microsoft его автоматически отключает. И, к примеру, может случиться так, что мы не учли какой-то вариант, и у нас он там сутки failed, он отключается. И мы об этом не узнаем только уже от клиента, когда ничего не работает, уже нужно обновлять и актуализировать данные. Это небольшой пример, как сделать проверку, как избежать, скажем так, failed flow и сделать этот flow быстрым. К примеру, у нас есть триггер на добавление ряда, и мы должны получить GetRowById. К примеру, если мы получаем этот RowById в другой таблице какой-то, мы сразу же, мы как настраиваем GetRowById, мы ставим, что он терминейт. Терминейт, если, получается, мы должны настроить так, что терминейт будет работать только если GetRowById у нас зафейлился, а UpdateRow у нас будет работать только если терминейт у нас был скипт. Что это нам позволяет? Мы, когда внедряем такую систему внутри интеграции, мы гарантированно избегаем того, что весь Flow у нас будет failed, и он автоматически отключен. Плюс, такую систему, как, ну, ребята знают, что можно использовать Condition, и уже Condition-ами, если что-то произошло, или, там, допустим, если Body null, то переходим к какой-то... Но Condition-ы заставляют работать на Flow намного дольше, и, соответственно, когда уже Flow достаточно большой, мы увеличиваем время работы порядка, я так, прикидывал, на 50-60%. Работа с очередями RunAfter позволяет нам ускорить сам Flow и обеспечить, скажем так, безопасность всего процесса с точки зрения отказов. Но тут уже каждый вариант нужно рассматривать отдельно и с точки зрения архитектуры, и внедрять это в каждом участке Flow, где, возможно, что-то пойдет не так. И перейдем к документации. Что было раньше документации для разработки? Самое интересное, что при использовании Development нам нужно иметь, скажем так, очень хорошо описанные требования от клиента, очень хорошо проведенный бизнес-анализ, и только после этого разработка. В разработке решений Low Code с использованием Low Code все немного по-другому. Потому что, как правило, единственные требования от клиента... Я хочу, чтобы таск у меня синхронизировался и в ту, и в обратную сторону. Была двойная интеграция. Больше от него требований нет. А вот с точки зрения инвестигейта, бизнес-анализа работы много. Но самое главное — это документация после. То есть, когда клиент поставил задачу, я хочу, чтобы она работала определенным образом, мы должны реализовать Low Code решение, но показать клиенту все ограничения этого решения, для того, чтобы у нас потом не было проблем в обслуживании, и клиент мог обращать свой персонал, что работает, что нет. Low Code решение не позволяет в полной мере обеспечить реализацию бизнес-требований клиентов. Из-за этого следует, что до того, как решение уйдет на продакшн, в документации должны быть отображены все ограничения решения. То есть, если брать непосредственную интеграцию, невозможно сделать Low Code решениями полноценную интеграцию, как в примере этого реализованного Out of Box у Microsoft. Пример документации. В документации должны быть включены как результаты негативного тестирования, так и ограничения инструментов. К примеру, перемещение файлов в SharePoint изменяет метаданные файла. Соответственно, невозможно запустить Flow и обновить метаданные. Вот пример из реального проекта. Когда перемещение папки через MoveTo в SharePoint, у нас триггерится как ModifyTo этой папки. То есть, у нас изменяются метаданные папки, и мы можем это понять и поймать с помощью ShadowedFlow. То есть, если перемещается с использованием MoveTo в файл, то триггер не происходит. Так реализовано это в SharePoint. Соответственно, мы не можем ставить триггер на изменение метаданных. И мы должны описать клиенту, к примеру, что если ты будешь перемещать файлы, то ты должен сделать либо копию, либо изменить какие-то данные, чтобы метаданные изменились в файле и обновилась ModifyingDate. В данном случае, в конкретном описании в этой документации, эта проблема была решена. Дублирующая система, и дублирующая система подхватывает и изменяет эти файлы. Но на это ушло определенное количество времени на Investigate, как обойти. Но даже на этапе тестирования клиент знал, какие ограничения есть интеграции. И когда мы уже внедрили и исправили, скажем так, какие-то элементы, он был очень доволен. То есть, мы изначально показали ограничения, потом их сняли. Они наоборот мне рассказали, что мы можем все сделать, а потом начали показывать ему много ограничений. И итоги. В заключении презентации можно сказать, что полноценная двусторонняя интеграция с использованием Low-Code решений возможна только при обработке малого количества данных. Однако, для достижения успешного результата необходимо провести анализ бизнес-логики решений и выделить наиболее приоритетные участки. На них следует реализовать дублирующие системы или внедрить дев-решения. В данном случае, например, из SharePoint интеграции наиболее приоритетный участок у нас это актуальный путь файла. Для того, чтобы в CRM клиент мог зайти, нажать на линк и попасть в SharePoint. Все остальные метаданные, как тег, доктайп, они не приоритетны с точки зрения бизнес-логики. То есть, клиент, грубо говоря, не нарушит свой бизнес-процесс, если тег будет неправильным. А вот если он не попадет в нужный файл, бизнес-процесс будет нарушен. И вернемся опять к работе с блоками. При разработке интеграции, уже сразу после получения, скажем так, требований от клиента, самое главное в архитектуре это разделение этих блоков. Да, у нас есть один минус, у нас есть много флоу, но за счет того, что мы их разделили, вероятность того, что все флоу, скажем так, начнут падать очень маленько. Это только глобальный сбой Майкрософта. Из-за этого, если упадет какой-то блок, нам намного легче обслужить один блок, и другая система, скажем так, не будет нарушена. Если же мы все блоки будем пытаться внедрить в один флоу, то вероятность нарушения бизнес-процесса клиента колоссальная. И тогда лоукод решения здесь не применим. Плюс работа с блоками нам позволяет внедрять деф-режение, когда это необходимо. К примеру, мы увидели, что один блок у нас не отрабатывает. Мы тогда можем заменить плагином один блок, а все остальное оставить. Тогда клиент сэкономит деньги на разработку с одной стороны, он заплатит только за разработку одного блока, а все, что работает и его устраивает, как он работает, останется в тех же рамках. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok